всем привет из холодной дождливой зимней калифорнии вы на канале демосквин с вами оля и максим и сегодня мы как обещали сделаем для вас обзор нашего маленького бегемотика расскажем сколько стоит кредит в америке сколько мы платим в месяц под какие проценты на каких условиях мы его взяли как нам вообще это удалось какого жить кредитном рабстве поехали кстати для того чтобы доказать что у нас вовсю бушует зима посмотрите мы уже окрасили дом к рождеству к новому году потому что сейчас на календаре 6 декабря и до рождества и нового года осталось совсем немножко это не окончательный вариант мы еще тут планируем поставить всяких светящихся животин кто не видел ролик о том как мы покупали нашего малыша перейдите на канал ссылку мы где-то оставим вот здесь закрепленном чем-то там наша машина новая сша у нас есть другая машина но это для меня дочь рэм 1500 2015 год эко дизель 3 литра коробка автомат комплектация лэрами не просто лэрами лэрами лонгкорн и сейчас мы вам покажем что это за звереныш я не знаю как вам кажется но мне кажется что наружный дизайн аутсайд просто идеальный потрясающий как вы смотрите на это какие траки вам больше нравится может быть вы больше там тяготеть и к форду в 150 chevrolet silverado напишите в комментариях но по мне в моей жизни случилось так что приехав в америку вдруг я неожиданно начал передвигаться на доджи рэмми 2500 одного моего хорошего знакомого не за рулем конечно рядышком и я влюбился доджи поэтому мой выбор пал именно на него снаружи по моему просто пушка давайте глянем как он смотрится внутри конечно в комплектации лэрами сразу идет кожаный салон но поскольку эта комплектация лэрами лонгкорн то здесь необычная кожа перфорированная коричневая кожа подогревы задних и передних сидений и вот эти вот атрибуты которые напоминают ковбойские сапоги мне очень нравится то есть вот даже есть принты такие печати на коже красота красота больших рогатых коров рэм рэм это же баран а почему тут корова ну потому что это лэрами лонгкорн большие рога моего кстати купили без ковриков и первая покупка которая была сразу же тот же день я заказал такие коврики на амазоне мне кажется они просто потрясающие это лучшие ковры которые были в любых моих машинах потому что они полностью повторяют все даже вот тут перекрывают пластик накладки все когда люди садятся обычные ногами топчут кожаные сиденья ключу подогрев оператора да там еще там же не только подогрев там же еще вентиляция когда ну на передних до вентиляции если тепло то можно будет остудиться я конечно не академик и слава богу не эрик давидыч но попробую рассказать про эту тачку все что могу до вас донести и почему так долго не снимался обзор потому что мне нужно было на ней поездить понять все ее плюсы и минусы и что я смогу вам рассказать кстати первое о чем я вам хочу рассказать почему я взял именно эко дизель почему искал дизельный трак и почему так долго времени так много времени энергии сил я потратил на то чтобы найти именно такой агрегат первая причина почему я искал именно дизельный трак это его более весомая тягловая мощность. Короче, он больше тянет. Мне трак, как многие уже правильно догадались, нужен для кое-каких дел, а именно для моей работы. И я хочу вас порадовать. Те, кто не подписан на наш канал, не увидят в скором времени видео про нашу работу. Но те, кто подписан, увидят. Поэтому подписывайтесь на наш канал, готовится несколько видеороликов про мою работу. И, наконец, вся тайна, покрытая мраком, будет открыта. Поэтому жмякните лайк. Мы выпустим эти ролики только тогда, когда вот это видео соберет тысячу лайков и более. Поэтому, хотите увидеть про работу, поддержите нас тоже лайком. Нам это очень приятно, важно и полезно. Вторая причина, как некоторые заметили в комментариях, дизельный трак чуть более экономичен. Вот сейчас я специально включил здесь, на огромном таком полноэкране, который показывает всю информацию, расход. Расход сейчас по городу 18,2 мпг. То есть, это мили на галлон. То есть, залив один галлон солярки, бензина, дизельный галлон. Я могу проехать 18,2 мили. Для сравнения, у меня был Dodge Grand Caravan. Плюс-минус столько же он кушал. Но это машина поменьше, а это большой, такой хороший бегемотик. А Седона моя сколько кушает? Седона твоя кушает, по-моему, 17,5 вообще на голову. Она у меня в смысле это? То есть, твой вон тот... Вот этот автомобиль, он менее экономичный, ты хочешь сказать? Вот этот бегемотик кушает больше. Но, справедливости ради сказать, дизель чуть-чуть дороже, чем бензин. Поэтому в деньгах они, наверное, кушают одинаково. И если ездить просто чуть-чуть по своим делам, без каких-то грузов, нагрузок, то я думаю, что баксов 60 в неделю на вот этом вот большом здоровом бегемоте будет хватать. В общем, мне нужен тракт для того, чтобы он мог тянуть большие веса, для того, чтобы он чуть меньше расходовал. Кстати, в детстве я вообще не мог переносить запах дизеля. И даже пару раз нарыгал в икарусе. Меня очень дико тошнило вообще от запаха солярки, дизеля и всего-всего. А здесь, ну, такого запаха, выхлопа его нет. Здесь пахнет кожей внутри. Короче, вот этот DEF очищает выхлоп для того, чтобы заботиться об окружающей среде. Не знаю, что там в России есть такие жидкости или нет, но вот в Америке это принято. Что по самой машине, по самой комплектации? Комплектация LRM Longhorn. Не знаю, что она включает. Еще раз покажу. LRM Longhorn-то длинные рога, значит. Она включает в себя много всяких приколюх. Короче, я не знаю, чего в этой машине нет. Кстати, я нашел, чего в ней нет. Дальше я вам расскажу. Тут есть такие большущие бардачки со всякими USB-шками, флешками, шмешками. Даже вот тут под копеечки есть место. О, кстати, у меня есть копеечки, но они почему-то так просто болтаются. Сейчас вот мы используем места по назначению. Хоп! Все. Здесь такой огромный бардачок. Здесь места для хранения. Здесь подачки. Пара подстаканников. По паре подстаканников в каждой двери. Два перчаточных ящика бардачка. Проще говоря. В этой машине есть люк. О, кстати, это не люк. Люк! Люк! Я твой отец. Закрой, дождь капает. Да. Люк. И вот те задние оконцы тоже открываются. Да, и здесь даже открывается заднее окно для того, чтобы, во-первых, можно было проветривать, а во-вторых, если везешь что-то длинное, можно просунуть через это окошко в салон. Можно я скажу? Можно. Вот очень круто, что мне в этой машине нравится. Я почему-то думала, что будет у него трак, и он нас не будет на нем катать. А знаете, как тут много места сзади? Тут можно кататься, не перекататься. Всем вместе. Да, места сзади предостаточно всей нашей огромной семье. И два раза мы уже ездили на нем в два путешествия. Комфортно было? Очень понравилось нам. Очень понравилось. Если не видели, мы ездили уже на Лейк Тахо. У нас об этом есть ролик на канале. И скоро выйдет ролик о нашем следующем путешествии. Поэтому тоже, если не хотите пропускать, подписывайтесь. Короче, что мне в нем нравится? Да мне в нем нравится все. Это первая тачка, от которой я реально испытываю эмоции. Я не могу дождаться момента, когда я вот приехал, ну, там, допустим, можно говорить с работы? Да. Приехал с работы со своим напарником. И когда мы подъезжаем, я вижу его, и я прям меня начинает подтряхивать от того, что я сейчас в него должен сесть и поехать. Мне очень он нравится. В общем, в ней есть все. Подогрев сидений, охлаждение сидений, подогрев руля. Кстати, такая классная... Вот этот руль под дерево, он так классно греется. Очень комфортно. То есть он не перегревает, но при этом... Отключи мне, пожалуйста, подогрев сидений, а то меня уже жгет. Комплектация Longhorn включает в себя натуральные... Не, да, Lermy Longhorn вставки из натурального дерева. Здесь, здесь, на дверях. Включает в себя вот тут полноценный дисплей, который показывает абсолютно полную всю информацию. Вот даже показывает скорость. Естественно, показывает расход. Вот он, кстати, предупреждение о том, что скоро смена масла. Можно включить, чтобы показывало, что там по музыке. Дистанции, всякие расходы, и все-все-все. В общем, все как у людей. Здесь большой мультимедиа-экран, который управляет абсолютно всем в автомобиле. То есть можно включать подогревы сидений, климат-контроль отсюда, а можно просто использовать вот здесь. Здесь можно регулировать климат, куда дует, подогревы, навигация, есть полностью куда ехать, что хочешь, вбиваешь адрес, поехал. Ну, естественно, радио. Connect с телефоном по Bluetooth, пожалуйста. Прикол в этой машине, что тут даже есть розетка на 110 вольт. У телевизора, телефоны заряжаем от нее. Да, потому что у нас есть быстрый вот такой чарджер, и он очень классно, быстро заряжает вот тут на беспроводной зарядке. Кстати, если кто не знает, в Америке нельзя держать телефон в руках во время езды. Даже нельзя положить на коленку. Вот так нельзя на уровне колена. Потому что в любой момент, если полицейский увидит, штраф 500-600 баксов. Да, и еще потом тикеты выпишут, и назначат учиться там и сдавать что-нибудь. Да, пожалуйста, если приезжаете в Америку, сразу купите себе вот такую фигню. Поставили на ней телефон, вы безопасно ездите, ничего не нарушаете, и плюс еще телефон заряжается. Сзади, как я уже говорил, есть подогрев для задних пассажиров. Это очень хорошо. Ну, розетка, естественно, для того, чтобы зарядить телефон или еще что-то. И тра-та-та-там, та-та-там, та-та-там, там. Это что за фокус-фокус? Ой, елки. Это что за фокус-фокус? Можно вот так сделать. И будет что? И спать лечь? И будет. Вот такой ровный пол. Если ты ездишь, например, по работе с какими-то инструментами, ящиками, ты можешь вот тут все это расставлять. Не на сидение, не портить сидение, а вот ты вот так складываешь, все. Тут есть подсветочка, которая, все, то есть ты достаешь что-то, что тебе нужно, и вот так. Удобно? Вообще. А еще под ними есть места для хранения. у меня здесь есть кое-какие страпы уже, а здесь сабвуфер. Музыка, кстати, не сказал, может кто-то, есть большой любитель музыки, музыка здесь Alpine в этой комплектации. Это круто? Это хорошо. Я не знаю, спроси у людей, может быть, они скажут. Музыка Alpine это круто? Или просто хорошо? То музыка босс хорошо. Ну и заключительный отсек нашего автомобиля, это, конечно же, вот такая вот кузовок. Шестифитовая кровать. В Америке это называется бет, ну, в переводе кровать. Не знаю, как это связано с кузовом. Наверное, тут можно переночевать в случае чего. В общем, размер 4 фита на 6 фит влазит между колес. То есть, вот в таком разложенном состоянии можно положить какой-то большой лист, например, USB, или сайдинга, или еще чего-то 6 на 8 фит. И в подарок ко всему этому чуду мне достался вот такой кавер. Он, с одной стороны, очень удобный, потому что он, во-первых, закрывается на ключ, во-вторых, защищает от дождя. Защищает от дождя. Это понятно. Любой кавер защищает от дождя. Он раздвигается вот так. А с другой стороны он крадет пространство как раз внутри. Вот здесь такой большой бакс, как рольставня. И он уже тут ворует пространство. Ну, в общем, пока мне это не вредило, но я думаю, потом, если что, я поменяю на такой кавер, который раскладывается просто. Здесь есть буксировочная история. Вся вот, пожалуйста, здесь прикручивается паркоп. Здесь два вида розеток и зацепы для цепей. Вот эта штука мне очень нужна. Кстати, спасибо, что вы нас смотрите. Потому что вообще, недавно количество подписчиков на нашем канале перевалило за 17 тысяч. Прикиньте. И кажется, что это немного. Но вдумайтесь, пожалуйста, на секундочку. Оля из небольшого районного поселка под Новосибирском. называется районный поселок Чины. Если вы не знали, да, мы так-то деревенские. Короче, я недавно загуглил население чинов районного поселка Чины 8 с половиной тысяч человек. Представляете? А на нашем канале сейчас 17 тысяч зрителей. Это в два раза больше, чем население всего поселка Чины. Двое чинов нас смотрят. Поэтому для нас это шок. Спасибо большое, что смотрите, что вы ставите лайки, что вы пишете комментарии и делитесь нашими видео с другими. Для нас это безумно важно и, блин, это лучшее, что вы можете для нас сделать, тем более, что для вас это бесплатно. Поэтому жмякните лайк, напишите свой комментарий, поддержите канал, чем можете. Ну что ж, давайте поговорим о кредите, сколько эта машина вообще в принципе стоила, почему мы взяли кредит, какие были условия, сколько нам платить в месяц и так далее. Смотрите, для того, чтобы купить что-то в кредит в Америке, необходимо иметь неплохой кредитный рейтинг. Кредит Скорб по-американски. И чем выше твой кредит Скорб, тем лучше банки одобряют твои заявки на кредит, тем лучше условия они готовы тебе предложить. И для того, чтобы этот кредит Скорб повышался, нужно грамотно пользоваться деньгами, не создавать никаких просрочек платежей, платить все вовремя, брать кредиты и гасить их выгодно. Причем, можно даже пользоваться кредитными картами, с досрочным погашением, когда ты не платишь процентов. Именно так мы и делали. То есть, мы, приехав в Америку, сразу себе завели две кредитные карты на меня и на Олю. И мы не пользуемся деньгами с дебетовых карт от слова совсем. То есть, если нам нужно что-то купить, мы покупаем с кредитной карты, а потом тут же ее пополняем. То есть, мы не допускаем никаких просрочек, мы не переплачиваем проценты, но вместе с тем наш кредитный рейтинг растет. Вы спросите, а как вам дали кредитные карты? Вы только понаехали. Конечно же, нам дали необычные кредитные карты, а кредитные карты, которые проверяют нас на вшивость, так сказать. Это security deposit кредитные карты. Когда ты берешь определенную сумму своих денег, лично я взял 500 долларов, а Ольге мы сделали кредитную карту с лимитом во сколько? 300. 300 долларов. И мы положили свои деньги, они сейчас как будто бы кредитные, то есть, банк смотрит, насколько грамотно мы пользуемся кредитными деньгами, насколько можно нам доверять, насколько мы адекватные. Насколько мы в адеквате, не так, что мы расфуговали кредитную карту, потерялись, ушли в лес и нас больше не найти. В общем, мы пользуемся этими кредитными картами, крутим эти деньги, потратили что-то, пополнили, потратили, пополнили и таким образом наш кредитный рейтинг растет. Но мы планируем здесь, в Америке, в том числе и большие покупки в будущем. Дома, там, не знаю, ипотеки потребуются нам, естественно, как и всем нормальным людям. И для этого мы хотим, чтобы наш кредитный рейтинг становился все выше. И именно поэтому мы выбрали для себя купить этот трак в кредит с использованием кредитных средств. Ну, во-первых, в связи с этим не пришлось выкладывать сразу всю сумму, а во-вторых, при довольно пассивных платежах мы увеличиваем свой кредитный рейтинг. То есть банк, уже другой банк одобрил нам довольно весомую сумму и смотрит, что мы все грамотно в срок платим и наш кредитный рейтинг в связи с этим все больше растет. Когда придет время брать кредит, например, на жилье или на другую машину, наши кредитные рейтинги будут выше, чему мы несказанно рады. Именно поэтому мы использовали кредитное плечо при покупке этого автомобиля. мы могли купить другой трак, если вы видели предыдущий ролик, например, красный трак, он был дешевле по цене, он стоил меньше. Тогда мы бы покупали его участника и без кредита. Нам нужно было бы отдать всю сумму и это никак не повлияло бы на наш кредитный рейтинг. Мы выбрали для себя улучшение нашего рейтинга на будущее. Итак, огромное количество вопросов в первом ролике, когда мы выпустили ролик о том, что купили машину, к нам сразу посыпалось из разряда а сколько стоил? А без цены почему вы не озвучиваете? Ну, потому что мы хотели снять вот отдельное видео. А интригу держим, потому что... Интригу держим, конечно. И расскажем про условия кредита и всего-всего. Смотрите, этот трак в салоне стоял с ценой 24 тысячи долларов. Но, как вы знаете, что на любой товар в Америке нужно при покупке еще заплатить таксы. Точно так же, как в России есть какой-то НДС, налог на добавленную стоимость и так далее. Только он уже включен в цену, и его все равно платит покупатель. Здесь стоит всегда цена. Вот приходишь в Омарт, стоит, не знаю, лежит подушка какая-то, ты ее хочешь купить. Она стоит, например, 10 долларов. Ты приходишь на кассу и платишь не 10 долларов, а 10 долларов 80 центов или 85. Могу ошибаться. В общем, порядка 8,5 процентов в Калифорнии это налог при покупке товаров. На машину это также распространяется. И при стоимости 24 тысячи долларов сразу для того, чтобы его купить, мы еще должны оплатить налог в размере, по-моему, около 2000 долларов вышло. То есть 24 плюс 2000 это уже 26. помимо того, что нужно оплатить налог саму машину, нужно сделать регистрацию. Регистрация обошлась что-то там недорого, то есть дилеру, которого я покупал, он полностью берет на себя всю регистрацию. По цифрам не скажу, но это что-то совсем смешные деньги, там 200-300 долларов сколько там регистрация стоит. Дальше. помимо того, что я просто купил эту машину, да, вот 26 тысяч долларов, мне предложили то, что я счел для себя выгодным. Это можно было не покупать, но я купил. Мне предложили гарантию, полностью, полную расширенную гарантию, наверное, машину, которая покрывает абсолютно все, что может в ней сломаться. Электронику, двигатель, коробку, вот все, ну, кроме, понятно, на механические повреждения, какие-то аварии и так далее. Ну, про страховку это отдельно. Гарантия стоила 2,5 тысячи долларов, она полностью покрывает все в течение двух лет, либо 24 тысяч миль пробега, что, в принципе, в год равняется 12 тысячам миль. Итак, что у нас получается уже по цене? 24 машина, 2000 такса, это 26, плюс 2,5 гарантия, 28,5. Ну, давайте добьем еще 500 баксов, пусть на регистрацию, итого, цена этой машины полностью, с гарантией, со всем-всем-всем, мне встала в 29 тысяч. Но из салона я не могу выехать, пока я не оформлю страховку, которая будет покрывать все, не только мою гражданскую ответственность, да, если я совершил ДТП, но и повреждение моей машины. Это типа каска? Типа каска, да, я к этому и подводил. Короче, страховка full coverage на полгода мне за эту автомобиль обошлась в 700 долларов, всего 700. Короче, если просуммировать все, пусть будет около 30 тысяч, мне обошелся полностью трак под ключ со всеми документами, бумажками, гарантиями, страховками и всем-всем-всем. 15 тысяч я отдал первоначального взноса. Я дал хороший, большой первоначальный взнос, поэтому мне одобрили кредит, несмотря на то, что в Соединенных Штатах на тот момент мы были порядка всего 9 месяцев, у меня небольшая кредитная история, у меня небольшая история официальной работы, то есть я работаю, если для кого-то это был секрет, работаю я официально, плачу налоги, и мне на мою карту, на мой банковский аккаунт приходят деньги, но история вот этой работы по американским меркам, она очень незначительная, поэтому я, дав большой первоначальный взнос, получил кредит, и получил кредит на очень хороших условиях, мы разговаривали со многими, кто в Америке брал уже машины в кредит, это очень хорошие проценты, процент по кредиту у меня всего 7,5, да? 7,35 что ли? 7,5 пусть будет грубо, 7,5 процентов и платеж в месяц, давайте с вами кстати поиграем сейчас в очень интересную игру, проверим, угадаете ли вы сколько платеж по кредиту, я сразу скажу вводные данные, да, порядка 15 тысяч долларов пускай будет сам кредит, на 72 месяца, и вот сейчас остановите, поставьте видосик на паузу и напишите в комментариях как вы думаете сколько платеж в месяц за все вместе? ну все, возвращайтесь ай, молодцы, давайте, кто-то из вас наверняка угадал, смотрите, короче, если бы я купил этот автомобиль без гарантии, платеж по кредиту у меня был бы 255 долларов в месяц, а если я его купил с гарантией, а я его купил с гарантией, платеж по кредиту у меня 295 долларов в месяц всего, то есть гарантия, возможность починить все, что угодно в этой машине стоит для меня всего 40 долларов в месяц, и я посчитал, что будет очень глупо эту гарантию не купить, потому что даже вот сломается что-то большое, двигатель и так далее, то есть можно на это выложить несколько тысяч долларов, и при одной какой-то более-менее такой весомой поломке полностью вся эта гарантия может окупиться, в общем, кредит 295 тысяч, ой, 295 долларов в месяц, давайте переведем в рубли, даже по курсу, если 100 рублей за доллар считать, ну пусть будет 30 тысяч рублей, в общем, много это или мало, вы сами считайте, вы можете в комментариях написать свое мнение, и нам, кстати, будет очень интересно его узнать, но для примера я расскажу историю, которую я недавно совершенно увидел в ютубе, я так же, как и вы, смотрю ютуб, представляете, и есть канал, на который я подписан, есть канал, который мне очень нравится, и там обычный деревенский парень, в общем, он недавно поехал, издал свою ладу-калину в трейд-ин и купил себе ладу-гранту, по-моему, 2017 или что-то такого года, но не новая, не новая автомобиль, он взял, добрал кредит миллион рублей на нее, и платеж по кредиту за ладу-гранту, на минуточку, у него 35 тысяч рублей в месяц, 35 тысяч рублей в месяц, как и у меня на 6 лет, только не за доджерем, а за ладу-гранту, понимаете, да, к чему я веду, и самое важное тут осознать еще то, что окей, и там 30 тысяч рублей, и там 30 тысяч рублей надо платить, но 30 тысяч рублей в России заработать это одно, ползарплаты можно сказать? Ну да, ползарплаты, да, наверное, я не знаю, какие сейчас зарплаты, для кого-то может это целая зарплата, ну короче, наши зрители, если кто-то нас смотрит из России, знают лучше, здесь те же 30 тысяч рублей, это вот 295-300 долларов, здесь в принципе человек, который работает на каких-то не очень высокооплачиваемых работах, за пару дней эти деньги может заработать, то есть тот, кто будет дальше смотреть видео с моей работы, я готовлю не только большие видео, я готовлю еще серию шорт, что мы делаем, сколько зарабатываем, и все это будет скоро на канале появляться, короче, поверьте мне на слово, заработать 300 долларов в Америке, это сильно проще, чем заработать 30 тысяч рублей в России, конечно, это не лада грант, конечно, конечно, это не легенда китайского автопрома, какая-нибудь за 4-5 миллионов, но по мне тачка тоже неплохая, в общем-то, и, ну, кроме шуток, я реально говорю, что это машина, которая мне действительно приносит эмоции, вот, все, что имел я вам сообщить по условиям по кредиту, я рассказал, что еще рассказать, чего в этой тачке нет, это очень сложно пережить, но в этой тачке нет лампочек контроля слепых зон, да, тут есть зеркала для слепых зон, но огромные вот такие зеркалища, но ничего не пиликает, если вдруг где-то в слепой зоне кто-то есть, кстати, к зеркалам я очень быстро привык, потому что они огромные, как на автобусяке, и ты видишь все абсолютно, еще чего нет, нет камеры кругового обзора, есть камера заднего вида, понятно, это на таком большом телевизоре ее разглядывать очень даже удобно, а вот камеры кругового обзора, чтобы она показывала как будто бы вид сверху, что там вокруг творится, этого нет, и третьего, чего нет, но чего очень бы я сильно хотел в своей следующей автомобиле, это адаптивного круиз-контроля, когда ты выставил скорость, и если кто-то перед тобой притормаживает, машина сама притормаживает, потом разгоняется, и в общем держит дистанцию, здесь есть круиз-контроль, это безумно классно, удобно и экономично ездить на нем по Америке, по фри-вэм, то есть во любые какие-то путешествия мы ездим, я включаю круиз-контроль, даже когда мы просто вот так едем по фри-вэю по городу, очень часто я включаю круиз-контроль, выставляю ту скорость, которая допустимо разрешена, которая ничего не нарушает, и еду, как бы не напрягаясь в своей полосе, но чуть-чуть не хватает адаптивного круиз-контроля, но если честно, то возможно я просто охренел, не, в этой тачке реально есть все, что нужно, все, что необходимо, и все, что создает комфорт, уют, и то, что заставляет по ней действительно скучать, кстати, помимо той причины, почему я эту машину купил, что она мне нужна для работы, я уже в прошлом ролике говорил, это в принципе трак, машина с кузовом была нашей мечтой еще в России, когда мы жили в своем доме, блин, ну ничего удобнее мне кажется быть не может, но во-первых, в России не такое уж большое изобилие траков, автомобилей с кузовком, а во-вторых, что уж греха таить, они стоят в России офигеть каких баснословных денег, особенно в пересчете на российские зарплаты, и при том, что мы всегда в России зарабатывали неплохо, давай скажем, чуть-чуть выше среднего, я не мог взять и вот так вот вывалить, не знаю, 5 миллионов рублей там на какую-нибудь тундру и так далее, даже в кредит было бы тяжело это взять, кстати, машину, кстати, мы посмотрели сколько такие Dodge Ram это напомню 15-й год эко-дизель стоит в России, вот мы здесь где-то прикрепим сейчас видосик видосик с телефона, да, посмотрите и как вы думаете, ну типа оправданные цены или нет, в общем, если переводить в российские деньги полностью, со всем-всем-всем с регистрациями, с гарантиями, даже со страховкой, мне эта машина обошлась в 3 миллиона рублей, а мы знаете, куда ехали? Мы ехали за Любой, Люба у нас в гостях у своей одноклассницы, у своей подружки, на дне рождения в батутном центре, вот, вот он, мы, короче, приехали ее забирать. Ты бы тоже попрыгал, да, бы сейчас? Да, но не уверен в своей медицинской страховке. Кстати, забыл рассказать, что в Америке большая редкость это дистанционный запуск. У бегемотика он есть. Хоп, и запустить. В морозы можно заводить. В морозы, да, если вот замерзает машина. Нет, на самом деле это очень классно летом. В общем, давайте подведем итог. Это машина, лучше которой у меня объективно в жизни не было. Стоит она на российские деньги порядка 3 миллионов рублей. я не знаю, что сейчас творится с авторынком в России, но когда мы уезжали, там уже было все не очень хорошо и было засилие китайского автофрома. Я не знаю, сколько такая машина, плюс-минус такая, сейчас стоит в России. Сколько нужно, не знаю, если ты покупаешь машину за 3 миллиона рублей, сколько будет плата по кредиту. Ничего этого не знаю. те, кто живет в России и сейчас может напишет какие-то данные, вы знаете лучше. Но, подводя итог, эта машина мне обходится где-то в полтора, ну пусть будет даже в два рабочих дня. Это машина, на которой я могу работать, зарабатывать деньги, увеличить свой доход благодаря ей и за это я плачу всего 300 долларов. Для сравнения, где-то еда нам обходится около 1000 долларов в месяц. В общем, не знаю, напишите в комментариях, как вам кажется. Вот если бы вы, например, могли позволить себе абсолютно любую машину там своей мечты и платить за это треть от того, что вы тратите на еду, как вам кажется, дорого это или дешево? Дорого или дешево, если ты тратишь на свою машину, на кредит по ней там и все-все-все, ну порядка своей двухдневной зарплаты. Как вам кажется, поделитесь своим мнением, потому что, ну, лично мне, кажется, что это достойное предложение. В общем, спасибо вам за просмотр. Надеемся, это видео было интересно вам и полезно. Мы раскрыли какие-то детали американского автокредитования, постарались рассказать, какие там плюсы и минусы кредита вообще существуют, как кредит скорбь повышать и как выходить на хорошие показатели. В общем, делитесь этим видео. спасибо большое за ваши подписки, за то, что каждый день вас вместе с нами становится больше. И, в общем, с любовью, Демосквинс, пока! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!» Субтитры подогнал «Симон»!